Ариару, мои маленькие любители покушать, мы начинаем играть такую увлекательную игрушку, как AirBall Space Program. У нас следующая миссия есть вывести спутник на орбиту Муны. Я ждал этой миссии, потому что она нам необходима. Построить беспилотный зонд, имеет антенну и может снабжаться электроэнергии. Так, горизонт отку, ставим его. И на основе этой маленькой детальки у нас будет строиться наш спутник. Примерно вот такой вот спутник у меня получился. Ну и дальше будем встроить выводящую ступень. Пока у меня не хватит, наверное, данных, чтобы делать ступень, которая может возвращаться. Но тем не менее, у меня в проекты сделать такую. По факту мне такой ракеты должно за глаза хватить. Она такая вот, получилась как-то странненькая, я бы сказал, но не важно. Даже очень странненькая. По-хорошему я бы сюда еще поставил немножко монотоплива. Лишним она точно не будет и может она мне пригодится. В принципе, вот этот меня вариант больше устраивает. Не знаю почему, наверное, потому что получается дешевле по стоимости ракеты. То есть вместо жидкого топлива у нас будет тратиться твердо, но без регулированной верткой тяги. Но нужно учесть то, чтобы наша ракета не превысила наши пределы. В итоге у меня вот такая вот ракета примерно получилась. Я установил здесь твердотопливные, которые должны нас вывести на орбиту. Странным образом, на самом деле. Мне кажется, так никто еще не делал. По крайней мере, я надеюсь на это. Потому что это очень странная ракета получается. И в плане аэродинамики, и в общем плане. Но тем не менее, мне кажется, она имеет право на жизнь. Включаем САС. Ракета взлет. Так, вот это вот мне покачивание очень не нравится. Наша ракета. Потому что наша скорость слишком большая для данных слоев атмосферы. Сейчас, мне кажется, мы перейдем. Да, мы перешли на сверхзвук. Мне кажется, нам еще рано начинать вполне не для орбиты, но я пытаюсь. Главное, чтобы наша ракета сейчас не упала. Ебать! Эм, ну как бы вы ничего не видели, ничего не было. Это первый запуск, типа. Я вижу у вас руки из жопы. Давайте лучше я возьму управление на себя. Ой, 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 ну ладно, как скажешь. Кипаем движок. Теперь мы летим до... Сколько у нас апогелей? 60 тысяч. Ага, это плохо. Включаем этот движок. И сможем мы поднимать апогели. Да, мы можем поднимать апогели. Тяги у нас хватает, но у нас ее крайне мало. Поэтому мы летим. Мы летим медленно, но летим. Давайте мы хотя бы до 80 наших апогелей поднимем. Так, сколько у нас? Берегили 69. Нет, это мало. Вот так вот. Да, меня устроит. Теперь с помощью маневр планера мы планируем этот маневр. Потому что я сомневаюсь, что до такой точности я могу сделать самостоятельно. Берегили 82. Апогели 96. Нормально. Меня устраивает такая орбита. Теперь что мы делаем? Мы мотаем времени до той степени, чтобы у нас наша луна появилась на горизонте. Для того, чтобы выполнить менее затратный по топливу маневр к ней. Вот все, у нас луна появилась на горизонте. Мы сас включаем по направлению и газуем полный вперед. Я даже переборщил с орбитой нашей, но не важно. Все, теперь нам нужно аккуратненько затормозить. Хотя бы до сих пор. А потом дальше уже основываясь на том, какую нам нужно орбиту вокруг луны построить. Что, в смысле? На спутнике должен быть панорамный... Ты серьезно? То есть, ты мне до этого не говорил то, что на спутнике должен быть панорамный сканер? А сейчас ты хочешь об этом сказать? Ты, блять. Я когда читал миссию, там не было этого. То есть, сейчас вся миссия была на смарку, класс. Ничего не знаю. Вы просто построить нормально не могли. Я психанул. Серьезно, ребят. Нафиг эти твердотопленники. Я решил то, что все, в пизду. Лучше простая ракета с регулированным вектором тяги и без всяких заморочек. То есть, у нас тут обычные топливные баки. Два факела. Потом идет вертлявый с топливными баками. А дальше ракета, в принципе, не изменилась. Тем учетом, что я поставил сюда панорамный сканер. Еще две антенны для того, чтобы он был больше похож на склубки к связи. Можно начинать понемногу отклоняться. Только я боюсь, что сейчас наша ракета очень изящно наебнется куда-нибудь. Чтоб... Алло, ребят, алло! Ты, может, отцепишься от меня? Отцепись, блядь! Ты серьезно? Камон! Ну, КСП же, е-мое! О, КСП... Почему? Почему это со мной случается? Теперь должно точно нормально все работать. Сас! Полная тяга! Опять! Почему так? Ребят, ну я серьезно не понимаю, что за бред? Почему такие баги? Алло, КСП! Алло, КСП! Снова такой же баг произошел. Мне кажется, это из-за декуплеров. То есть, из-за этих отстрелял. Ладно, давайте другие поставим. Ну, блин. КСП, что за баги у тебя? Да куда? Куда полетела, блядь? Я тебе сейчас дам наебинуту, она захотела. Нет! Ишь какая? Так, тихо, 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 тихо. Ты что думал? Все, мы отстрелили их. Нормально, наконец-таки. 85, в принципе, нормально. Нормальная высота, чтобы строить орбиту. Перигелем на 27, 75, 96, 170. Как-то меня не очень устраивает. Да, такое перигелем я, в принципе, устроит. Давайте из-за кюртимся до следующей ноды. Сбрасываем нашу оболочку и выдвигаем наши все приспособы. То есть, вот такие вот я антенки сделал. Я не знаю, теперь на что оно стало похоже, но, типа, блин, это очень странно на самом деле выглядит. Уф, мы вышли на требуемую орбиту, причем даже с большим запасом Дельта-В. Наконец-таки. Во, мы пересеклись наконец с Луной, я думаю, уже что-то случилось, мы с ней не пересечемся, но нет, мы пересеклись, это замечательно. Какая-то иностранная орбита. Ну ладно, добавляем маневр и хотя бы просто выравниваемся на этой орбите. Создаем именно орбиту вокруг Мны. Потом я этот спутник, это как только миссия будет выполнена, я этот спутник собираюсь вывести на эллиптическую, я правильно говорю, орбиту вокруг Муны. И чтобы, точнее, этот спутник, раз он панорамный сканер, я притащил на Луну, пусть он приносит пользу и сканирует поверхность Муны. Я даже слегка взял запас топлива, но не важно. Все, мы вышли теперь на орбиту. А теперь надо выйти на требуемую орбиту, то есть изменить угол и так далее. Я вышел на орбиту, но я серьезно не понимаю, почему он... Я серьезно не понимаю, почему у нас не выполняют задания, хотя и вроде все спадают данные. Есть единственный вариант, то есть что орбита направлена не в ту сторону, такое может быть. И это единственный баг в игре, который я прям терпеть не могу, потому что он неграмотно просто отображает. Все игра отображает нормально, и никакой это не баг. Когда же до тебя дойдет, что ты должен двигаться в ту же сторону, как и огонек на схематичной орбите? Да. Я, как говорил, это то, что я терпеть не могу. Почему он сблокирован? Ладно. То, что я терпеть не могу, и то, что орбита не указывает, в какое правильно мне направление нужно вертеться. Может, я просто не знаю, как это правильно делать. Ура! Теперь я делаю орбиту, как я и хотел, вокруг Луны, то есть экваториальную. Дельта-В мне вполне хватает, потому что у меня ее еще с запасом. То есть я сохраняюсь и выхожу на экваториальную орбиту вокруг Луны, чтобы сканировать ее поверхность. У нас еще есть целых 170 дельта-В. Так, активируем сканер. Давайте выйдем на солнечную сторону. САС мы делаем радиально внутрь. Все замечательно. И теперь мы можем... Анализ поверхности. Мы не можем, потому что у нас электроэнергии просто не хватает. А-а-а, вау. Ну, в принципе, я добился, чего я хотел. Только я не могу передать данным, потому что электроэнергии не хватает. Но, тем не менее, я могу теперь сканировать поверхность Луны. У нас теперь появилась куча заданий, которые могу вводить спутники. Спутники выводить придется в любом случае, потому что необходимо будет налаживать связь в систему Кербанет.